Когда это все прекратится? Этот вопрос, наверное, многие себе задают. Я тоже. Пока же ясно одно, что Путин и российское население будут делать все, возможно, для того, чтобы уничтожить Украину и украинцев, причем всех. И будет это продолжаться, судя по всему, как минимум до того момента, пока не сдохнет Путин. И вот на этом нужно акцентировать внимание. Почему? Потому что раз мы понимаем, где открывается окно возможностей, то работать нужно именно над этим. Чтобы Путин сдох. В смысле, не так. Ждать, когда это произойдет по физиологическим причинам, у нас как минимум нет времени. Да, Владимир Путин, российский царь, вчера показал свой орешник. За боярышник у него отвечают другие люди. Я внимательно послушал его выступление, причем несколько раз. Мне не стыдно об этом сказать. Почему? Потому что есть смысловая часть. Мы разберем. Почему бы нам ее не разобрать? Тем более, там большое количество, как принято в дипломатии, сигналов, они не для нас, а для наших западных партнеров. Так что обязательно разберем. Но меня больше всего удивило и впечатлило, если честно, его голос, моторика и нервное состояние. Видно, что он находится в каком-то колоссальном эмоционально-физиологическом возбуждении. И при этом, вот мое впечатление, что да, он на грани срыва или в ядерную войну, или в полное какое-то безумие. Но, по-моему, все-таки он демонстрирует желание жить. И это желание вроде как очевидно, но вот он хочет, чтобы все остальные вокруг него были мертвы. Поэтому, если вернуться к теме, чтобы он сдох, это в интересах всех. Причем и россиян в том числе. Хотя, опять же, российская пропаганда, но просто воспрянула. Они все-таки ручки потирают. Говорят, вот наконец-то дед сделал что-то такое, что всех заставило задуматься, испугаться. Ну, думать и бояться на войне, это вообще не стыдно, а думать в принципе полезно. Так вот, пропаганда ликует, мол, дед показал орехи. Ну, или орешник в данном случае. Но, к чему приведет карибская вот эта вот история? Ведь это стопроцентная аналогия. В прошлый раз Советский Союз, ну, то есть, то, что они считают, что они похожи на ту далекую страну, с частью которой мы тогда были, тогда они дали заднюю. Вот вопрос, Путин даст заднюю или нет, это уже терминология Маргариты Симоньян. Я надеюсь на то, что западные политики, как сказали в Пентагоне, продолжат оказывать Украине военную поддержку. И тут вопрос не просто военной поддержки, а в номенклатуре этой военной поддержки. Значит, какие цели заявления Владимира Путина? Ну, в первую очередь поднять ставки и сказать, что в следующий раз ядерная бомба прилетит по вам. Ну, чтобы все испугались. И, внимание, цель Орешника и заявлений Владимира Путина две. Он же не просто так в бункере сидит много времени. Он из-за этого стола последний раз делал заявление, когда начинал полномасштабное вторжение в Украину. Тот же стол, тот же стул, надеюсь, тот же гак, то есть крючок, на который в случае чего кое-что можно повесить. Но вы понимаете, на что я намекаю. Так вот, будем исходить из того, что из чувства самосохранения военная поддержка, независимо от того, что там и кто там, кого избирает на Западе, она будет увеличена. Еще раз, из чувства самосохранения. Потому что Владимир Путин грозит исключительно Западу. Да, убивают нас и грозят Западу. Вот такой вот он странный человек. Хотя, нет, не людь. Именно так. Из заявления Владимира Путина мы узнали, что американские ракеты и английские, они высокоэффективны. Он подтвердил удар по складам боеприпасов в Брянской области. И подтвердил поражение, соответственно, командного пункта, где прятались северокорейские генералы. Естественно, там было сказано, что потерь нет. Но давайте это пропустим мимо. Тут вопрос в чем? Что Владимир Путин тут четко зафиксировал, что он прекрасно понимает, где находится Российская Федерация и где она заканчивается. Что самое важное. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетными атаками с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Шторм Шедоу, производства Великобритании и Химорс, производства США, были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации. В Брянской и Курской областях. Враг знает, где заканчивается Российская Федерация. Все эти ракеты и Шторм Шедоу, и соответственно, атакам и не только они неоднократно использовались по оккупированным территориям, которые Россия вообще-то называет своими. Чисто, если так, с точки зрения буквоеда, Брянск от Крыма ничем не отличается с точки зрения российского закона. Но Путин прекрасно знает, что разница колоссальна. Он прекрасно понимает, что это не его. Мы фиксируем это и подписываемся на мой YouTube канал. Далее важный аспект, и опять же привет нашим западным друзьям, теперь это глобальный конфликт. Кто бы мог подумать, специальная военная операция пришла к законному продолжению. Глобальное противостояние. Ну, прям мировая война. Он там, конечно, сказал, что они орешник использовали в качестве ответной меры. Так вот, хочется сказать, если кто-то на каком-то этапе назовет событие, которое сейчас происходит, мировой войной. Так вот, мировая война началась, внимание, 20 февраля 2014 года, когда Путин первый раз подвинул границы в сторону НАТО. Так, на секундочку. Как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. То есть, Карибский кризис 2-0 или 3-0, кому как угодно. Мол, мы поднимаем ставки до такого уровня, что дальше ядерная война или все идут на взаимные уступки. В понимании Путина, Запад должен отдать Украину на растерзание в полном объеме, чтобы он здесь устроил геноцид, очередной голодомор, чтобы тут перевешать, пережечь всех, а выживших отправить строить прекрасную Россию будущего где-то в районе Уральских гор. Тут все просто и очевидно. Самое еще смешное, друзья, что Ким Чин Ин, глава Северной Кореи, глава КНДР, заявил об опасности термоядерной войны. Если Ким Чин Ин не кричит, ура, наконец-то, русские молодец, русские молодцы, круто получилось, Путин молодец. Какую реакцию мы ждем от Ким Чин Ин? Собственно, какой-то такой человек, который постоянно сам запускает в разные стороны ракеты, говорит об опасности термоядерной войны. Это все в рамках борьбы за мир. Он даже Ким Чин Ин уже предупреждает о том, что ребята, пора останавливаться и каким-то образом договариваться. И как они наслаждаются вот этой вот мыслью, что они такие плохиши, угрожают всем смертью, что им никто ничего не может сделать. А вот вопрос, может ли или не может? Может на самом-то деле. Ну, вернемся к заявлению Владимира Путина. Значит, корейский, корейский, почему, может быть, я не оговорился, корейско-карибский кризис развивается. И Владимир Путин тут грозит всем карами небесными. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Чисто манничело Чикатило. Орешник. Такой просто радостный. Думают, что на «Орешнике» он непосредственно полетит в рай. Значит, я не знаю, какой ущерб нанесен по Днепру. Тут информация вся засекречена по этому поводу. Остается фактом, что они называют нас полигоном. Как быстро, да? От братского народа, на звук сразу стреляем, до полигона. Но объективно никто же ничего не скрывает. В счастье того, что они хотят уничтожить всех. Абсолютно всех. Ну, как будто бы мы стали, с одной стороны, ближе к прямому противостоянию и тому самому моменту, когда палец будет занесен над кнопкой. А с другой стороны, может быть, как раз благодаря этому или из-за этого мы, наконец, остановимся и задумаемся, а что может быть дальше. Это вот главный вопрос, который возникает. Та риторика, которая прозвучала сразу после, ну, то есть, вот выступил Путин, после этого последовали комментарии со стороны представителей Белого дома. Карин Жан-Пьер там сделала свое заявление. Еще представители некоторых стран успели прокомментировать каким-то образом произошедшее. Пока хорохорятся, но говорят, ну, это ничего не меняет. Наша политика по поддержке Украины нисколько не изменится, сказала, например, Карин. Этот конфликт не остановится. Не остановится, пока джентльмены не занесут свои пальцы над вот той самой красной кнопкой. Только в момент занесения пальца, возможно, придет какое-то осознание, что пора остановиться. Вот пока палец не занесли, но мы все ближе и ближе к этому моменту. Уже вот совсем рядом. Задача Кремля, она здесь очевидна. Как минимум добиться того, чтобы больше по российской территории не наносились удары, соответственно, западным вооружением. Дальнобойным и ракетным. Я не исключаю, что наши западные друзья здесь возьмут тайм-аут. Тут вопрос в другом. Дело в том, что российских жирных целей на оккупированных территориях достаточно. И мне неизвестно, чтобы мы как-то очень и очень активно использовали западные ракеты. Те же Storm Shadow или атакам с врагом на территории Украины. Бывают случаи, но крайне редко это происходит. Я просто к тому, что если уж они сделают паузу, то давайте тогда сконцентрируемся на том, чтобы убить всех российских захватчиков на украинской земле. Которые, между прочим, продолжают наступление. Но возвращаемся к Путину. У него тут слова. Меня на самом деле что особо так поразило? Он считает, что некоторые страны планируют ввести свои воинские контингенты на территорию Украины. И об этом он говорит. Я не думаю, что эта фраза, она как-то прошла в основном незамеченная. Потому что все обсуждают Орешник. А тут речь идет о непосредственном военном участии стран Запада. И это, мне кажется, важно. Он случайно не сказал бы об этом. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. То есть это угроза непосредственно Соединенным Штатам, Франции и Великобритании. Вот о чем он говорит. Что если вы будете это продолжать, мы бахнем по вам. Нового тут особо ничего нет, но обычно за такую терминологию в Кремле отвечают Дмитрий Медведев, ну и другие посипаки, то есть товарищи рангом пониже. Теперь об этом сказал непосредственно Владимир Путин. Но тут вопрос о военной помощи и военных контингентов, он тоже, как я уже сказал, был затронут. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. И это он говорит в ситуации, когда в публичном пространстве эта мысль практически не витает. Ну вот несколько месяцев назад Эммануэль Макрон говорил, что в случае чего мы отправим свою армию на помощь Украине. Но как-то воодушевления эти слова не нашли. А тут вот Владимир Путин что-то знает. Если все будет идти по вот этой вот, как они называют, спирали эскалации, какое отвратительное слово, то присутствие западных военных на территории Украины, это будет не помощь Украине, это будет спасение себя в первую очередь. Ну вот с точки зрения ведения войны, мне кажется, это вполне очевидно. То есть Владимир Путин сказал так, что мы готовы жахнуть. Но приправлено это все гуманистическими заявлениями, да, не ржать. Что в случае чего они обязательно всех предупредят, что будут убивать. Ну вот прям как последние, ну уже практически сколько, три года, да. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как Орешник на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям, открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Без опасения, потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Что-то подобное он говорил и про кинжалы, а потом выяснилось, что это всего лишь вот эти вот щеконадувания и понтометания Владимиром Путиным. Мне вот неизвестно, например, какие комплексы ПВО защищают Днепр, возможно, там и не было патриотов, я не знаю, вот правда. И я знаю, у кого спросить, но спрашивать не буду, по понятным причинам это как раз вопрос, который он не предполагает публичного обсуждения. Но, значит, в следующий раз, когда они будут лупить этой ракетой, то они нас предупредят. Не знаю, вот в Суму прилетели сегодня ударные дроны, убили людей, ранили людей. И что, разница в чем? В масштабе разрушений? Ну, так вот, просто я почему считаю, что они подлюки? Значит, если они каждый день забирают жизни с помощью шахедов и других ракетных систем, то это типа не эскалация. Так можно. А вот с Орешником это что-то особое. Что за Орешник, кстати? Они могли придумать это название вот прям непосредственно перед записью. Ну, чтобы показать, что у ВВХ есть орехи политические. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Тогда возникает вопрос, чего накануне Мария Захарова так возмущалась развовертыванием противоракетных систем Соединенных Штатов в Польше. Раз они не перехватывают, так заткнитесь просто и натирайте этим солидолом свои долбанные ракеты. Но нет, оказывается, тут какие-то у них сомнения по этому поводу. Они перехватывают, не перехватывают. Только война показывает. Просто я к тому, что если вот условно орехи Путина, кстати, желательно без него, летят в сторону Запада, то они почему-то считают, что в Россию ничего не полетит. Вот это, мне кажется, большое заблуждение. Но почему они это все так строят в рамках своей медийной кампании, медийной, военной? Ну вот, мол, что они не моргнут. Пока ясно одно, что северокорейский генерал, которого забаранили в Курской области, он уже не моргнет. Так и будет лежать с открытыми глазами. А именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Как завещал Владимир Ленин, который придумал Украину, а Ленину, естественно, подсказывали Рюриковичи. Ставки повышаются, это ясно, это понятно. Но для нас это ничего не меняет. Надо выжить, надо сохранить свою страну. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. И Украина была, есть и будет. До зустыщи. Продолжение следует...